Финал конкурса «Миссис Сибирь Интернешнл» в этом году собрал рекордное количество зрителей. Оценить талант участниц, а их до главного раунда добралось 15 человек. В выставочный центр пришли порядка тысячи зрителей. И посмотреть, поверьте, здесь было на что. Дефиле, выход в национальных костюмах и вечерних платьях, а также демонстрация своих творческих талантов. Это лишь часть тех испытаний, которые должны были в этот вечер пройти конкурсантки. Допускались к участию, кстати, только успешные женщины в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие детей, состоящие в браке. Есть действительно на что посмотреть. Посмотреть женщин с другой стороны, не только как они там на работе или у плиты занимаются с детьми. Здесь они показывают себя совершенно по-другому. Насколько они изобретательны, насколько они музыкальны, насколько они могут танцевать и вести себя непринужденно. Ну и мы не будем забывать о том, что победительница этого конкурса поедет на Миссис Россия. Один из самых зрелищных конкурсов вечера – выход под музыку в национальных костюмах. Первое, что сразу бросается в глаза – это богатые наряды. Женщина, помимо того, что может быть красивая, умная, успешная, она еще и защитница своего дома, очага, своей семьи. Если вдруг мужчина уйдет что-то добывать, а на наш очаг кто-то нападет, то мы тоже можем защитить. Многие женщины не подозревают, что у них такие корни. И у нас все те женщины, которые реально имеют такие корни, они их изучают, они там роются в архивах. И потом, когда говорят мне, ой, как здорово, я даже не знала, что у меня там вот Лена Бочарова, да, она не знала, что вообще у нее там бразильские корни есть. Валентина Камчатная приехала на конкурс специально из Украины. Выступить на сцене уроженка Красноярска решила со своим мужем. Надеется ввести с собой главный приз – бриллиантовое колье и путевку на конкурс «Миссис Россия». Говорит, для победы есть свои козыри. Я закаляюсь, занимаюсь гимнастикой Белояр, актерским мастерством занимаюсь. Очень долго думала, какой показатель творческий номер. Я хотела, чтобы у меня муж увидел на сцене маленечко в другой роли. По итогам всех испытаний жюри больше всех очаровала Елена Бочарова. Ей и достался главный приз. Теперь девушка отправится в столицу, где будет представлять наш регион на аналогичном, но уже всероссийском конкурсе. К сожалению, на конкурс не смогла приехать знаменитая российская певица Светлана Владимирская. На днях она стала бабушкой. Телефон для ваших сообщений 292-5504. Звоните мне или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Игорь Лобакин. Афонтово. Новости.